Я жил в Луганске, а тут получается, что меня фактически выгнали. Уехал я в принципе сам, но если бы я не уехал, то у меня были бы какие-то проблемы с дальнейшей жизнью. Даже если бы я ничего не делал, рано или поздно на меня вышли, например, как на активиста Луганского Майдана. Вина в том, что я не способствовал тому, чтобы этот конфликт как-то закончился. Можно сказать, я наоборот способствовал тому, что он продолжался. Золотой уголь или золотой уголек. Почему ирония? Она, собственно говоря, у него такая постинтернет-эстетика. Такой небольшой пафос, как рэп-клипы, трэп-клипы. Я иронизирован этим пафосом. В основном вся информация, которая крутится по телевизору или в новостях по интернету, она используется в пропагандистских целях. И, собственно говоря, если бы я никакое отношение к Луганскому не имел, если бы я не имел там никаких знакомых оттуда, если бы я не следил там, допустим, через соцсети, что там происходит, то я бы думал, что там вот живут одни суровые боевики, которые иногда друг друга стреляют. Кроме боевиков есть некая власть, которая из этих боевиков состоит. Но, может быть, не только. И эта власть иногда принимает какие-то законы, там, что бы еще отжать у пенсионеров, которые тоже назвали Путина и теперь остались там жить. Тоже наслаждаться, как бы, грядущим коммунизмом. Но я имею там знакомых и я с ними время три не общаюсь. Более того, эти знакомые в том числе выезжают в Украину довольно часто. И я знаю, что там происходят и другие процессы, в том числе, вот, например, связанные с искусством. Ну, я раньше Женя ушла. Я раньше пошла, раньше вернулась. У меня как-то это быстрее случилось. Ну, не знаю, опять же, наверное, я почувствовала, что того, чего я хотела, я там тоже не получила. То есть, мне все равно казалось, что это такое же точно бездействие, только оно как-то прикрывалось тем, что вот якобы мы тут нужны, мы что-то делаем. По факту я чувствовала, что мы, ну, если и делаем, то не то, что мне бы хотелось. И первоначально мне хотелось лично через кино вот тоже, да, доносить какие-то такие вещи. Ну, то есть, мы старались подбирать как-то тематические фильмы, которые, возможно, вот, ну, как-то давали бы посмотреть на конфликт там с разных точек зрения и вот подбирали фильмы, в которых, собственно, были похожие ситуации, вот как у нас сейчас. Ну, и как бы, ну, вообще разные темы затрагивали. То есть, помимо военного конфликта проблем хватает. То есть, как бы это и вопросы там каких-то толерантного отношения вообще к людям, возможно, другой ориентации, возможно, других взглядов, там, религиозных, политических, ну, неважно, как бы, таких аспектов моря. Ну, и плюс, наверное, это была, ну, как моя личная необходимость вот в создании какого-то круга такого людей, где, ну, познакомиться с людьми, вот как-то попытаться найти, возможно, единомышленников. Я снимал-снимал, пока у меня не созрела идея сделать фильм. И фильм этот был посвящен такому общему, что есть у меня, что есть у Ромы, что есть у других моих друзей-знакомых из Луганска, которые проезжают через Северодонецк или приезжают сюда к родителям-переселенцам, которые сюда выехали. И это общее, это такое вот ощущение, что они немного не вписываются в картину жизни, что они чужие, как бы, и там, и здесь. Причем там и здесь, да, для каждого из моих друзей-знакомых, ну, разные понятия. Вот мы сколько в Севере? Уже вдвоем здесь год. И, ну, для меня, вот, ну, и для Жени, наверное, лес – это вообще как самая комфортная среда здесь. И, не знаю, то есть, ну, мы его обживаем, по-моему, гораздо лучше, чем город. Вот, как-то у нас там уже есть свои места, и вот наполняем его как-то. И, ну, вот, собственно, с ним и хочется взаимодействовать, потому что как-то, как часть города, я, ну, я вот чувствую, что я не вписываюсь. Для меня зайцы – это такая небольшая метафора. Например, есть какая-то среда, и есть человек, который хочет что-то в ней изменить, но он делает это, ну, не совсем, допустим, естественным способом, а вот так вот именно искусственно. Я себя чувствую как бы между двух культур, я даже не знаю, ну, да, между двух культур. Есть некая украинская культура, есть некая культура Луганских народных республик, что-то там такое. И я смотрю, что, в принципе, мне не близка, конечно, культура Луганских народных республик, но и то, что сейчас происходит в Украине, я тоже не совсем понимаю. И даже, можно сказать, наоборот, что те процессы, которые сейчас происходят в Украине, в том числе в культуре, они не совсем, так сказать, учитывают мое мнение или даже учитывают мое существование. Субтитры создавал DimaTorzok